Вот какое-нибудь конкретное сечение, мне нужно довольно много посчитать. Вот я это считаю, и как только я все посчитаю, я покажу ответы и все. Я поясню, что имеется в виду. Вот представь себе. Я графики покажу, уголок зависимости, там, чего хочешь. Ты, например, что говоришь? Ну, пока что. Я просто тебе поясню. Вот ты, например, говоришь, что вот я вот прям, чтобы посчитать, посчитать, что прям число написать, мне нужно, там, ну, что-то считать. А, в принципе, ты уже можешь как сказать, что вот видите, у меня такая-то амплитуда, да, она, грубо говоря, ну, зависит там, как е в степени этно, с каким-то коэффициентом, неважно каким, да. Тебе же ничего не надо считать, чтобы это сказать? Я это сказал на первом занятии. Вот. Так вот смотри, используя этот факт, ты говоришь, сечение, сечение и дальше какие конкретные сечения, вот разные, вот просто используя только этот факт. там, берешь, строишь разные сечения и говоришь, что куда летит и что с каким, и что с этой экспонентой падает. Все первое занятие вот этим занимался. Ну ладно. Ты посмотрел первую лекцию? Нет. Посмотри. Все вопросы не имеют значения. Хорошо. То есть ты утверждаешь, что там все есть? На уровне ля-ля-ля-ля. На уровне ля-ля-ля. Как бы конкретно я... Так, конкретно я напишу попозже. Так, на чем мы остановились в прошлый раз? В прошлый раз мы остановились на том, что, во-первых, вот наши собственные функции оператора, да, наше уравнение. Вот. И решение уравнения выглядело вот таким образом, что, значит, уравнение было dv по d это равно альфа n делить на пик, а в квадрате, по-моему. Вот. А тут... Что там? 2 пи в квадрате. r3, ладно. r1 3, r2 3, r1 в квадрате. Тут v1 3, плюс v3 2, минус v1 2. Вот. Значит, если мы вот эти v разлагаем по нашим собственным функциям, вот, то сюда собственные функции, это собственные функции оператора, они проходят, получается уравнение, решение которого выглядит так, что vn ν равно некое vn ν нулевое на e в степени альфа n делить на пи, хе n ν на это. Да? Вот это я написал в прошлый раз. Хорошо. И хе n ν я написал. Вот это вот будет постоянно ходить штука. Вот и люди пишут альфа с чертой. Ну, это альфа с. Вот и я ее буду писать дальше. n число цветов, да. А что в кротике не пишут? Все ожидают, что вдруг число цветов изменится? Да нет, просто, например, всякие там по n разложения, там еще чего-то они как-то так вот. И, ну, это диполь, бывает и не диполь, там другой коэффициент при n, там еще чего-то. Вот. Значит, хорошо. Теперь, значит, по вот этой формуле, чтобы мне построить v от r, я должен брать сумму по n. v от n ν, это у меня вот это, v0 от n ν, некая от r, да. Так, 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 так. Ну, хорошо. Хорошо. На e в степени альфа с чертой на это. Итак, v0, v0 от n ν я могу подставить. Значит, так, что мы сделали в прошлый раз? Мы сказали, что, ну, если мы построим вот эти функции хи, да. Там есть что-то базисные функции хи. Сейчас, секунду. вот если мы их построим, e, так, тут r, нет, e, сейчас, вот n ν, вот r, вот так. Значит, вот эти хи от n, вот они нарисованы, и мы говорили, что вот n равно 0, это померон, n равно единице дрон, этот, там, p четный, этот, p нечетный, вот. И вот этот самый большой. Поэтому методом стационарной фазы мы можем взять интеграл, и у нас асимптотика будет, значит, вот такая, что это v от n 0, ну, от 0, 0, 0. На e в степени что-то типа там, я это назвал альфа p минус 1, на это. Вот. Ну и какое-то там множество перед ним, да. Вот. Где вот это интерсет померон? То есть наша функция грина растет с быстротой степенным образом. Вот это альфа p мы посчитали. Хорошо. Теперь можно уточнить эту оценку, а именно. Вот тут в v у нас на самом деле есть зависимость, ну, или вот в этом e у нас есть зависимость от ν, так? Так как есть зависимость от ν, то на самом деле она меняет асимптотику. Тут у нас тоже какие-то функции в степени ν, да, это e в степени ν логарифм r, да. Вот. И поэтому вот тут вот будет еще что-то, значит, завещать ν. И наша асимптотика изменится. Вот. Каким образом? Вот. Вот наш перевал, да, и мы вот так идем методом перевал через вот это вот седло. Если мы будем добавлять туда некоторые вещи, вот, то наш перевал будет меняться. Сейчас я напишу. Да, доска-то небольшая. Экспонент не меняется, да? Экспонент остался тот же самый. Экспонент останется, но ее можно учесть. Сейчас расскажу. Значит, vr равно... Значит, сумму πn я писать не буду, мы все равно будем сейчас работать только с n равно 0. Значит, остается integral dν. Вот. Здесь vn ν на самом деле это вот это, да. Вот. Вот. Поэтому я хочу написать как. Значит, это будет... интеграл d ρ. Вот. Я его подставляю. В от ρ нулевое. вот. e в степени n с звездой true. n равно 0. Ну да. n равно 0. Значит, здесь и вот все остальное. это e в степени альфа хину ν на это e в степени n ν от r. Вот. Вот. Ну, в принципе, здесь можно и в общем виде написать. То есть наше уравнение эквивалентно вот такому оператору, что vr это интеграл k от ρ в от ρ, да. Ну, у k там есть индекс, например, это. Докуда он его эволюционирует? Вот. И вот это k, это, ну, функция Green'а vfkl будет, да. Вот. Соответственно, k равно от ρ с индексом это. Ну, тут все-таки напишу сумму по n, интеграл d ν, и что тут? Вместе с звездой n ν от ρ и в степени альфа хи н н на это. Ну, это обычная трамма разложить. Да, да, да. Ну, собственно, оно мне нужно. Четвертый. Я его разложил по проекторам. Вот. Все чудесно. Теперь, зависимость от ν, она, вот здесь ее нет, она только здесь. Поэтому вот этот интеграл я могу брать по ню отдельно, да. вот. И вот эти, зависимость от ню вот этих функций тоже убрать в экспоненту и взять, значит, интеграл. от ρ, это у меня будет, ну, здесь, соответственно, я больше сумму не пишу, отыграл до ν. И вот эти функции, они у меня дают мне плюс и ню логарифма а это r, да, r в квадрат на ρ в квадрат. Вот. И тут предэкспонента что-то типа… Да, только в какого числителя или в знаменателе. r в квадрат на ρ в квадрате. r в квадрате. r в квадрате. так, 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 нет, наоборот, наоборот. e я только что писал, это была одна вторая плюс и ню. значит, значит, у меня будет r в квадрате, ρ в квадрате, ну, в степени одна вторая, вот так. а вот четвертый клуб. не в чем, оно стоит себе. а вот эти вот штуки, они на самом деле, они зависят от представления, вот то, что будет перед экспонентой, как я их вводил. а вот это не зависит. вот. хорошо, и теперь, если я буду брать ассимптотику, вот, у меня есть два режима. первый режим, это когда у меня эрро, ну, примерно одного и того же порядка, это называется приближение диффузии. а с ним в точку, когда эта большая? когда эта большая? ну да. вот. значит, тут ее берут несколько нестандартным образом, а именно, вот, he and new, мы говорили, да, там пощипно, это, да, сейчас скажу, это, соответственно, четыре логарифма двух, минус четырнадцать зета трех на ню в квадрате, плюс у большой от ню в четвертый. это разложение вот около вот этой точки, да, это разложение около вот этой точки, здесь, соответственно, мы подставляем это все сюда, это хи ноль ню, да? это хи ноль ню, вот. абсолютно то же самое можно сделать со всеми остальными, вот, только их вклад будет подавлен. значит, вот это мы подставляем сюда, тут можно выделить полный квадрат, значит, да, вот, и взять, взять интеграл по ню, вот, значит, полный квадрат у меня, вот тут одна тонкость, вот это, это, оно стоит только при вот этом множителе, да, здесь ее, в принципе, нет, да, то есть, если мы скажем, что это вообще нас не интересует, вот это некое предэкспоненты, да, и мы берем только при больших это, то будет то, что я описал в прошлый раз, ну, самое грубое приближение, если мы говорим, что давайте мы учтем, что у нас есть вот этот параметр и найдем точку седловой по это с учетом всего, значит, все экспоненты, всего показателя, то у нас точка перевала будет такая, она будет, соответственно, она немножко сдвинется, вот, и получится, что у нас получится, ну, понятно, как делать, я могу ответ написать сразу, хорошо, чудесно. Ну, меня-то интересует, конечно, другая страна, значит, потом. Вопрос в студию. Ну, давайте закончим, а потом идем. Хорошо, значит, сейчас я закончу. Так. Значит, у меня получится. В квадрате, значит, тут. будет е в степени, ну, минус альфа, это 14 зета 3, вот, ну, и тут ню квадрат, ню квадрат, ню квадрат, ну, собственно, наверное, зря я это пишу, это и так всем понятно, да? Эм. 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 ну то есть я вот в принципе выделяю полный квадрат так тут наверно в квадрате и тут и нет то есть я в экспоненте выделил полный квадрат ну и беру ее значит и все что я получу в итоге я получу в итоге этот как был так остался но к нему добавилась поправочка вот значит так но еще предэкспонента вот эти все вот штуки которые которые как бы стоят тут у меня да тут у меня стоит соответственно р норов кубе р норов кубе и еще на 2 пи в какой-то степени 2 пи квадратно вот но опять-таки это отражает нормировку нашей функции просто вот нашей в вот а это на вере нашей функции грима да а вот это это ее поведение при высоких энергиях ведь что мы видим значит функция растет быстротой да это первое а второе у нее есть вот такое еще поведение значит что это такое вот это функция катера значит пара мы интегрируем с начальным условием да вот если мы предположим что наше начальное условие пиковано где-то ну скажем в 0 от r это что-нибудь типа дельта а терминуса ну вот такая например и она пикована по физике это значит что например протон до или там фотон вот у него есть какой-то характерный размер до определяемый ну например для фотон его виртуальностью или там характерным размером диполя в протоне например вот почему не бывает бывает расскажу бывает вот то есть ночью такой протон на самом деле протона там три кварка до плюс все остальные его составляющие да ну вот в пределе там больших н он будет вести себя как там 3d поле грубо говоря это можно увидеть могу показать вот плюс следующей поправки то есть его по диполем разложить можно всегда если ну два кварка ведутся к антикварк фактически вот если они близко как антикварк если они в одной точке ну вот нет это просто следствие группы су-3 потому что если мы описываем кварк матрицы у вот этой вот значит весенской линии да вот то значит все такой барион барион это и все на альфа бета гамма эпсилон мю ро у альфа ню от r1 у бета ню от r2 умножить на у ну гамма ро от r3 вот так выглядит барион да теперь мы говорим ну вот мы ставим r1 r2 в одну точку да ну вот ставим их 2 в одну точку вот что у нас получается у нас получается такой объект эпсилон на эпсилон ну там значит вот такой объект получается эпсилон альфа бета гамма эпсилон меню ро вот я их две в одну точку поставил меня получается у альфа мю у бета не вот есть в одну точку поставил а а вот это на самом деле это элемент обратной матрицы просто потому что по построению вот 1 2 это просто у крест от гамма ро гамма ро потому что группа с у 3 она с у 3 то есть она группа у нее определить равен единицы да вот если я помножу вот сюда третью у да по индексам гамма ро я получу просто определитель до определитель равен единиц ну да 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 вот значит определить равен единиц поэтому то что здесь написано с точностью нормировки это обратная матрица вот то есть это просто следствие вот того что группа специально ну и в общем можно там по упражняться чтобы диполу чтобы протона разложить на 3 то на 3 диполе в некотором приближении если хотите я это сделал вот но чему отвечает вот 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 такого типа значит начального что говорить чтобы у тебя не значится большой-большой не ядро и большой правду до него пролетает и пульт игре давайте киполе мне будет какого-то фиксируем размер и это будет р квадрат окей а ро это что такое ро нет значит вот ро это начальный размер диполя да то есть вот эта функция она интегрирует по всем начальным размером диполя вот когда вы проинтегрируете вы получите распределения по размерам диполя в конце то есть при больших быстротах все три маленьких быстротах у вас над мир один диаполе вот просто руками заданы и вот при каком-то размере до при больших быстротах соответственно будет вот некое распределение распределение будет вот такое это я сделал хорошо это я сделал чудесная про ромезон просто вот именно это пример ну типа того да ну и для протона в этом смысле это единицы ногах у тебя характерный размер это единицы на характерный импульс так вот это он и есть да то есть для вот таких более-менее но поперечный продольный импульс его вообще здесь нигде нет вот продольный импульс от интегрирован мы его интегрировали когда пропагатор выводили и уравнение это может говорить на каких-то начальных масштабах это может быть и не гэф а может быть там и 3g и так далее для ромезона хорошо да но ромезон не единственной частицы хорошо для ромезона это будет у тебя что там гэф да ну то есть я правильно ты когда говоришь про ромезон ты говоришь про ромезон который никуда там не летит никак не рассеивается обычный стоит ну он не то что стоит он летит на ядро очень быстро чтобы все применим было нет я к тому что ты ты вот это вот как вот эту эволюцию поэтому для этого сделал да вот об этом я хотел опять таки говорить позже но сверху как там делалось то это вот старую теорию возмущения кто-нибудь помнит ну или ну раз уж как сказать меня спрашивают про то откуда дельта функцию брал я могу ее так вы видите да ну верить не надо я ее выведу но там следующий раз хорошо смотри теперь просто интересно вот что что у тебя это все-таки должно как-то перейти например в распределение по ну например по поперечным импульсом при россии ничего это все для полных сечений пока нет это мы на этом не остановимся просто я для простоты это делаю пока так потом сказать сделаем другую терпение надо иметь послушайте расскажу а потом будут вопросы хорошо всему свое время значит о чем я хочу сказать здесь вот что вот это такое вот когда я поточнее посчитал я получил такое распределение если я беру какое-то начальное в до которая пикована у меня при каких-то r да то ну импакт-фактор грубо говоря или начальное в в это ну мой моя функция green а при это равном скажем это 0 какому-то да вот описывающие мой диполь она имеет некий характерный размер то вот то если роет этот характерный размер то распределение по размерам r значит когда я ее это эволюционирую до какого-то это будет вот таким что это за распределение это вообще горя гауссовское распределение да по логарифму то есть у меня получается мое распределение значит такое есть степени минус что-то типа там логарифм r минус логарифм ро в квадрате на значит что на некая сигма там в квадрате да сигма у меня в квадрате это 4 на 4 на 4 3 на это ну и на альфа вот что это означает это означает что моя моя сигма растет с быстротой да то есть если у меня был какой-то диполь и характерный размер был например ну не гов а там я не знаю 10 вот то при эволюции вот я эволюционирую 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 у меня происходит расплывание пакета вот в пространстве вот этих логарифмов и и при каких-то это у меня мои размеры размеры моего диполя станут очень ну то есть будет распределение очень широкая да и размер будут как маленькие так и большие вот маленькие размеры отвечают большим импульсом да вот а больший размер чуть маленьким вот если я нарисую график который я опять-таки показывал на первом занятие вот этот график вот тут вот у меня я вот так рисовал тогда тут у меня был логарифм q квадрат вот а тут у меня был логарифм медниц на x или это да вот тут у меня был логарифм лямбе кхд квадрате где-то то есть вот у меня есть плоскость которая значит дает мне поперечные импульсы и быстроту да я всегда думал что они прям связаны связан в смысле вот кух вот это это фурье образ статей в этих всех raw она живет поперечной плоскости так квадрата передачи квадрата передачи да но все такой x там да это фактически ну если там где поняла стики да это там q квадрат там на 2 пакуш что-то такое да вот он вот ну только тут перевернуть да но 2 паку чудесно тот же самый квадрат но по порядку величины но вот этот паку это с так это с вот и когда растет x с растет а q стоит вот туда когда мы идем так с растет а q стоит и когда мы туда идем у нас с стоит а q растет ну вернее тут даже не с стоит а q растет а с вот это отношение стоит а q растет то есть уравнение деглаб я еще раз говорю они эволюционируют нас туда да потом у тебя естественно каждый год так вот смотри соответственно когда двигаешься по квадрат то у тебя как бы электрон просто на больше угол или как я просто передать от электрона больше и все хорошо а когда ты умеешь увеличиваешь это вот в этом случае у меня что есть у меня есть q квадрат да вот тут не протон тут у меня вот этот вот померон о котором там что-то да вот у меня есть вот это переменная который называется w это энергия вот в этом канале и вот здесь вот это вот q квадрат на 2 паку это фактически там что-то типа там q квадрат на w квадрате как-то так с точностью до коэффициент вот и соответственно когда я увеличиваю x ну или меня x то я меняю вот это отношение так если я говорю что я хочу идти туда то есть ну вот держа это означает q квадрат постоянно так вот я держу q квадрат постоянным я увеличиваю w так x сейчас значит это у меня единицы на x вот логарифм сейчас ну да это просто единицы на x ну с точностью там может двойки какой ну да энергия это вообще внешняя частица вот энергия вот в с канале у тебя растет а поперечные импульсы постоянные по порядку величины это предел малых x вот мало x это большое это то есть мы движемся вверх по эту плоскость то есть еще раз то есть это грубая передача маленькая а энергии начальные большие правильно это вот рухом . говорить на первой лекции давай хорошо значит люди измеряют и покажу графики так зачем я это нарисовал здесь q значит да я все вот это выводил в координатном представлении да я мог то же самое сделать в импульсном представлении вот и тогда ро характерные размеры характерный размер дефоль отвечает характерным q квадрат ну единицы на q квадрат вот и мое распределение будет каким мое распределение вот если у меня есть функция р степени там два гамма есть степени и n фи да то что у меня будет вот от моей собственной функции если возьму фурье у меня будет на самом деле но тут я просто перемасштабирую все на п у меня получится в в степени носу квадрат судя по всему там минус 1 минус гамма вот есть степени и n фи п помножить на какое-то число которое даст мне вот этот безразмерный там интеграл да вот то есть я еще хочу сказать что собственные функции в импульсное представление не такие же по факту как ты как и собственные функции в координатном представлении только степень там чуть отличается а степени нам влияет только на нормировку вот поэтому если я делаю вот все то же самое в импульсном представлении я опять-таки получаю вот такое же выражение в импульсном представлении только вот тут будет p1 на p2 вот и тогда p1 это характерный поперечный импульс значит вначале p2 в конце то есть это начали для раме зонта твой gf а в конце то что получилось когда он пролетел ну по факту вот если вначале мы знаем то в конце хотим узнать ну вот ответ тебе для в конце написан просто зачем это говорю что просто здесь удобнее рисовать было я просто хочу сказать вот где-то здесь мы взяли начальный импульс логарифм q2 да вот и теперь мы начинаем нашу эволюцию вот она значит чем больше это тем шире наша сигма то есть наша нашего распределения по p2 поперечным у нас получается вот какая-то такая вот область сигма до которую вот это распределение по поперечным импульсом при эволюции значит под нашего диполя вот и все было хорошо но рано или поздно мы вот в эту область утыкаемся которые меньше лямбдэ кхд то есть это означает что характерные импульсы значит наших вот частиц в которой значит диполь переходит они становятся меньше чем лямбда кхд это означает что что мы вот это все вывели по теории возмущения это означает что вот как только могут сюда коснулись наш вывод перестает быть верным вот потому что здесь начинает работать уже не пертурбативный физик вот это называется вот диффузия в область малых п так то есть вот это у меня был логарифм q2 или я могу сказать по порядку величины это был логарифм едиц на r квадрат вот то есть размер моего диполя вот как только я начинаю эволюционировать мои диполе у меня получит некое распределение по размерам этих диполе и некоторые диполе становятся значит какими переводя язык реакции да сейчас говоришь вошь что мы берем квадрат условно говоря у нас растет энергия вот начальных ну грубо говоря растет энергии электронов у нас ну растет пока у нас были пока у нас были передачи большими были как бы вот где-то в начале вот здесь да типа большие передачи ты говоришь а там диски спектант вот здесь было когда у нас энергия вот это w было порядка q квадрат w квадрат порядку квадрат ну дальше что мы типа должны да акуква да верно вот соответственно короче это значит что у нас передать или какие-то большие а энергии были какие-то в общем большие но сравнимый по размеру а потом смотри меня за часа передачи я стал этот микрон не стал россию попалом просто я был беру вначале энергия старая такими же а угол на который сеть электрон меня хорошо вот эти нарисовал подвоз короче получается что когда у меня когда мне электрон рассеивается по полу я передвигаюсь вот наверх так ты передвигаешься наверх просто малый угол это малый q квадрат в этом смысле вот ты передвигаешься наверх но ты передвигаешься нет не просто даже наверх ты передвигаешься еще и туда вот то есть передвигаясь вот куда не надо да куда не надо а туда не надо туда не надо туда тебя автоматически уводит эволюцию то есть ты взял какой-то я не знаю 3g вода хорошо ты взял свои q квадрат 3g так все таки мы договаривались на один на один это плохо один это уже практически здесь хорошо ну пусть будет да вот ты взял я не знаю джипси люди очень любят брать значит вот у тебя там есть я не знаю пусть я там 3g в 5g в суку год но она не 300 мф там да вот и ты начинаешь значит смотреть увеличивать энергию да вот увеличивает дабл это увеличиваешь я знаю делают такие вещи то есть грубо говоря но это правда в столкновении прям ядер но принципе это делают и в столкновении протонов ищут джипси с джипси это но джипси распадается минус и вот эти вот и плюс и минус смотрят под разными при разных передачах это абсолютно та же история она выглядит вот так здесь вот вот она выглядит вот так слетел электрон полетел фотон 2 кварка c кварка тут глион из протона вот но тут вот вешается джипси тем или иным образом из двух кварков амплитуда рождение джипси потом же все там как-то летит и вот твои там два электрон вот по ним ты нашел вот скажем все что ты хочешь там про это джипси джипси раз такой и пропал я не знаю каком-то смысле что он как бы просто все пропадает но по-моему это это про это явно плохо знаю хотя бы это услышал это про кварбуленную плазму фактически то есть вот количество джипси рожденных там из чего-то там может служить признаком есть там вас плазма или нет там пропали они или не пропали ну в принципе об этом тоже можно но здесь вот это вот эта диффузия да что касается еще про диффузию здесь есть еще вот что если у вас фиксировано начальный q квадрат ну или раз начальный характерный размер и конечный характерный размер сначала эволюции конца скажем тут у меня r1 тут у меня r2 или там q1 q2 да то функция грин а вот это значит как рука до обладает таким свойством что катара на к отру эль интеграл диро равно катары ну проверяется простановка отношение грубо говоря полноты для собственной функции их проносит вот и тогда если вот тут у меня было это один мне было это два вот тут не будет это один плюс это два использую этот приближение диффузии я могу написать что если у меня фиксированы конечные размеры да то для каждого из них подставляю вон ту функцию я получаю что у меня вот тут экспонента и вот тут экспонента гауссовское распределение вот а и тогда и тогда вот вот эта внутренность он интегральная она выглядит как е в степени минус там логарифм r квадрат на ру квадрат нужно это сигма которые вот эти 14 там альфа с чертой и так далее на это один минус логарифм квадрата в квадрате на квадрате на то же самое стиму но это два вот и это один плюс это два у меня фиксировано вот я концы держу тут у меня характерный размер первой частицы он там р р характерный размер второй частицы это л вот они сталкиваются чтобы опять перевести все вот на какой пример у тебя есть джипси и правда и и распределение по характерным импульсом и характерным размером диполя будет вот таким то есть если меня между моим джипси моим протоном быстрота разность быстрот я не знаю это да то при на разности быстрот порядка это пополам характерные размеры этих диполей будут но определяться вот уже из этой формула где я тут напишу это пополам то есть сюда вместо r я ставлю размер там протона характерный вот размер размер протоны или размер вот этого вот диполе в протоне я на самом деле это будет характерный размер насыщения в протоне об этом я еще не говорю вот то есть распределение будет вот таким это понятно конечно нет а чё непонятно то есть вот это понятно что я тут делал непонятно с чего вдруг ты взял один второй метр так потом каким-то образом сложил причем непонятно вот сначала вот в этом вот это это тождество она просто проверяется тупой подстановка вот этого значит к разложением спик нет там нет у него на честно вот это тоже здесь так я могу сделать рассмотреть величину который называется вот мне хочется узнать каковы характерные ро размеры диполя да когда я фиксировал два размера конечные начальная как каковы они в середине да вот например если я буду рожать что-нибудь из середины то какой будет характерный размер хорошо вот у меня ты число назвать можешь вот у меня есть электрон вот вообще здесь кв квадрат чудесно 3 замечательно вот теперь я не протон возьму что вот это вот пока он не рассказать а такой же значит тут у меня второй фотон у один квадрат q2 квадрат чему правильно ну давай пить и пить и пить и чудесно вот теперь мы говорим а вот тут как-то глюваны там значит этой канале у нас да вот это все я буду писать значит вот этот инвариант это какой-то там из с да он я не знаю сколько сколько я не знаю ну это все зависит ну давай там пусть будет типа ну типа давай будем считать что типа 7г ну пусть 7г то есть неважно 7г не на 7 и 3 и 5 это как-то 70 700 год вот теперь вот мы говорим вот тут на самом деле тоже что-то может родиться например в центральной области по быстроте да я не понял как я у тебя с одной стороны 3 5 в серединке 700 у тебя получили 700 это с вот то есть вот я с считаю здесь значит вот у меня характерная это я не знаю один будет что-то типа там логарифм с на q1 в квадрате например да вот вот она мне какая-то теперь значит характерная я правильно понимаю это два у меня будет не будет значит вот тут у меня будет скажем q2 в квадрате на с то есть это у меня летит вперед это у меня летит назад да это меня положительно это меня отрицать вот у меня как как какие то логарифм вот теперь я должен например я должен взять вот посчитать вот этот верхний блок значит он меня будет посчитан при это равным это один и потом вот используют это уравнение от эволюционирует его сюда вот и посчитать и это тождество пользуюсь следующем месте я говорю вот здесь в той канале у меня какие-то глюоны есть там да вот и у этих глюонов есть в петлях там характерное распределение по q2 какие q2 вот здесь вот важны и я говорю как я могу узнать какие квадрат важны я могу вот моё к который мне отвечает за эволюцию отсюда до суда где это один плюс это два это вот вот они да вот теперь я могу представить как интеграл по характерным интеграл пору ну вот по этой формуле да могу спрашивается вот что что такое к при это один и это если я взял начальный размер r и про эволюционировал мой это единственно к 1 да и про эволюционировал его до какой-то быстроты это один то есть не до конца вот там до 0 до про эволюционировал вот то вот вот это выражение даст мне распределение по характерным размером диполя при быстроте это один из я начал с r так замечательно вот это мне даст то же самое только снизу да вот но когда я смотрю на это это означает я один конец держу а второй вообще свободен вот здесь то же самое только наоборот вот но соответственно dk от r l это я был так сказал так функцию распределения если я ввиду dn ходы ну как вот чеках им зал raw квадрате ну при это один да это плотность вот это вот то есть я говорю давайте я свою функцию это моя функция я ее представлю как интеграл а от плотности плотности по размеру диполя при фиксированном там это да вот это будет моя плотность так вот это будет моя плотность вот а моя плотность это функция распределения но если вот на это еще поделил это вообще будет плотность нормированная единицу так это моя плотность и моя плотность ведет себя гауссским образом причем дважды гауссским образом вот я тут писал это то есть она пропорциональна е в степени минус ну вот логари ра квадрат на r в квадрате на там это один до сигма помножить на е в степени минус логарифм квадрате ров квадрате на и в квадрате на сегмана это 2 то есть я просто хочу найти к функцию распределения по характерным импульсом ров в зависимости от быстроты вот я понимаю что если я по ним проинтегрирую я получу свою функцию распределения полный то есть вот это погоди вот эта штука она мне просто говорит как будут вести как ну каковы характерные роли кого их распределение если я для держу оба конца вот это одна мне говорит если держу один конец а второй вот свободе это означает что вот здесь у меня частица значит в q1 квадрат у нее есть вот она пикована на q1 квадрат вот я дельта функций там не зря начинал писать то есть она имеет какой-то характерный размер и все да альтернативный вариант это какой что и ты берешь любые частицы и что альтернативный этому вариант что один конец фиксирован нет давай так давай сначала сначала совсем простого что означает когда и первый конец тоже не фиксировал не пардон когда это просто функция гринд распределение по всем если не ни один конец не фиксирован то это просто вот та сумма которую я писал и все и терминах формул а в терминах физических процессов ну как это в терминах физических процессов это вот просто вот то что вот здесь стоит пока она не прицепилась еще ни к чему вот отсюда торчат вот глионы отсюда торчат глионы зафиксировать один конец это активировать что повреждает ну конечно то есть конечно но у тебя есть функция грин а вот она от эрро я вот тут есть как бы эта функция я не знаю это вот начиная оттуда говорю мы сворачиваем интегрируем по и у нас р становится сюда вот нас фиксированный конец ну и вниз зафиксировать конец это зафиксировать грубо говоря частиц которые там рождается то есть и как только сказал что я смотрю нельзя зафиксирую характерный размер то есть не фиксировать это например ты говоришь что грубо говоря я смотрю так чтобы у меня грубо говоря вот из в один конец летела все подряд и вообще по всем возможным конечным состоянием интегрируешь все чем пролетело куда все и хорошо ну условно в каком-то смысле это значит не зафиксировать а если ты выбираешь конкретно говоришь что вот сюда пусть летит только джипси все строят и я не интересуют это ты конкретно зафиксировал конец ну в принципе да но как правило не всегда оба фиксированы хорошо теперь смотри теперь ты говоришь вот я начаться хочу с одного конца на другой спуститься вот у этого конца характер быстрота это 1 у этого это 2 ну вот я нарисовал какая то есть это вот 700 сверху стоит а внизу 3 и все да да отлично а с другой стороны предположим ровно сколько это один равняется это два чудесно только они с другим знаком одна из них тут обратно да и нужно берите через 0 до окей именно я это грешу на первой лекции так понял чудесно и зачем я это делаю а можно еще до небольшой вопрос вот когда ты везде говоришь ты пишешь везде значит распределение порой диска ну вот в данный момент это означает что ты грубо говоря вот сфиксировал эти частицы да и ты говоришь что распределение порой это вот у тебя пролетели два электрона ты смотришь на все адроны которые там разлетелись и ты такой смотришь у у всех этих у всех программах получается распределение по поперечным на самом деле нет а что это когда это говорю я имею ввиду вот у меня верхняя частица вот если вот диаграмма фейманский рисовать просто вторая частица вот там какие-то глюоны как-то там в общем между ними там обменялись то вот вот здесь характерный импульс q квадрат поперечный вот в этом верхнем блоке но он просто задается свои частицы вот у нее есть другого ничего нет вот вот здесь q2 в квадрате спрашивается характерные вот вот а вот тут вот в эти глюоны которые там вообще везде есть да у них есть какие-то характерные поперечные импульсы характерные быстроты быстроты меняются от это один да это два вообще вот тут везде на самом деле тут могут быть и реальные они родятся тогда да вот а может их и не быть например я полное сечение считаю вот через мнимую часть них просто нет тогда но я просто говорю что вот внутри вот всего вот этого есть куча всяких глюонов и у них есть характерные быстроты характерные быстроты плавненько меняются отсюда до суда есть характерный q квадрат так казалось бы они тоже меняются от этого до этого вот а на самом деле нет у них есть распределение вот вот такое вот дважды экспоненциальная то есть вот тут они ну вот если я по быстроте от это 1 до это 2 иду вот так то вот я нарисую значит вот тут было это один вот тут стало это 2 вот тут вот где-то какая разница 0 где-то туда смотреть куда я считаю да значит вот если у меня скажем вот тут у меня логарифм q1 квадрате вот тут логарифм q2 в квадрате да да ради бога пусть они мне одинаковые мне как бы это совершенно не важно мне важно следующее что вот пусть они у меня одинаковые что вот пока я отсюда до суда дойду то есть вот эта точка отвечает мне эта частица вот эта точка отвечает не этой частицы да вот то распределение вот вот она будет вот такое то есть сигма вот вот это вот которая вот здесь стоит тут вот сигма на это два значит а там сигма на это один вот во второй экспоненте да она вот такое то есть при быстротах между ними но где-нибудь посередине характерные поперечные импульсы вот тут этих глионов они распределены там вот вот таком вот двойному гауссу с довольно большой шириной вот и все еще раз то есть превращение на малый угол у тебя будет распределение поперечным импульсом большое большое будет в около это равно нулю до если там что-то родится посередине все на что-то родится у него быть широкое распределение да то есть проще говоря это означает что если у меня есть два протона они значится пролетает вот просто вот так вот просто пролетели и как-то вот так вот так вот произведение то если они произведения очень слабенько в смысле никаких передач там не возникло то у меня будут струи на большие углы да или нет 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 но нет нет большие поперечные большие поперечные значит вот а ну большие поперечные большие но это равно нулю это большие углы да то есть будут большие когда они взаимодействуют слабо все рассеиваются большие то что он говорит он говорит что когда вот они передачи становится маленький это равно нулю я пытаюсь перевести друг сейчас это и да я еще и рассказываю вот вот твой детектор да я эту картинку сам рисовал когда-то да ну вообще я думаю что я просто скажу про диффузии дальше пойдет вот значит вот твой детектор да вот 0 на натуте да там минус 7 там минус 7 или скуковая да от 0 до 2 по это это вот этот угол который вдоль оси пучка z не полярный это фи вот азимутальной это фи а по оси пучков это это ну я не знаю вообще вот ну я же о вас думаю хорошо ну вот на гире я смотрел там вообще там типа 2 там ну там 2 вот значит теперь вот мы говорим вот нас протоны там пролетели до протоны пролетели и скажем они у нас вообще так вот как ли были так и пролетели ну то есть почти упруга то есть у нас один летел вот туда 2 куда-то сюда прилетел вот две там в сигнала в детекторе вот это вот эти вот пролетели да теперь вот отсюда мы что-то вдруг излучилось да что-то родилось где она будет она будет про по быстроте здесь но она будет вот как-то так они плюс-минус там 303 ну как это я не знаю может ну я не знаю то есть мы нет нет смысле любые на две точки по краям я говорю а вот такой диаграмме если отсюда что-то еще родил вот здесь распределение у него она широк ну достаточно вот это характерный пт вот тут будет да и перпендикулярный вот это будет q квадрат вот п квадрат да вот этот п будет больше чем вот этот куб причем он ну вот вот ровно вот настолько вот вот ширина вот тут нарисована вот она просто подставляется и и ты считаешь там я не знаю ну смысле альфа там ну и вообще какое-то число там я не знаю то есть подставил и все вот зависимости от быстроты чем больше быстрота что поставить и посчитать можно вот это во первых вот у тебя это будет порядка трех там да твоя вот это это будет три вот вот то есть вот это все к чему что вот это вот число она универсальная а это у тебя просто меняется и все то есть ты число знаешь свое сигму ты эту знаешь мы ее посчитать только что я пытаюсь как этим знанием воспользоваться понять хорошо ладно еще раз вот они пролетели что родилось из центра и большие выступления и хорошо следующий хорошо то есть вот эта картинка понятно да ну смысле она может сику 1 и q2 отличаются она будет вот такая да понятно чудесно так это было приближение диффузии вот и смысл о чем я хотел здесь поговорить о том что значит очень при очень больших энергиях вот это вот значит линейное уравнение остается неприменимым поскольку характерные импульсы переходят в непертурбативную область с точки зрения математики с точки зрения физики наверно было можно точно спрашивать хорошо дальше так у нас времени-то мало да хорошо тогда я расскажу про движение больших дважды логарифмов и остальное сейчас нас приближение дважды логарифмов приближенное решение уравнение в области значит дважды логарифмов так вот это было приближение диффузии когда я вот это вот решал да что я делал я делал у меня было так у меня был вот такой интеграл дню от минус бесконечности до плюс бесконечности е в степени альфа хи ноль ню на это а вот тут стояла что-то типа значит плюс и ню на логарифм r квадрат кровь квадрате да это я экспонент только пишу потому что остальное там префактор неважно сейчас значит это вот к было пропорционально вот как я его решал я говорил что хи от ноль ню равно ну некая там хи ноль плюс вернее там минус ню квадрат на ну вот что-то там то есть я раскладывал в около нуля до ночи там именно было и это писал несколько раз вот эти разложения да то есть вот хи от нуля она раскладывается вот тут логарифм 2 вот 14 вот этих где-то 3 это вот тут стоит вот это соответственно ну то что там написано 4 логарифмы 2 минус 14 это 3 в квадрате вот это и соответственно вот она вот эти все 14 они вот тут вот есть это было когда когда мы говорили что вот это вот r на ру она не очень велико поэтому вот этот вот член он пропорционально не удано он довольно ну r порядка рот то есть логарифм не является большим и тогда я свое хи раскладываю в нуле где у меня . перевала без учета вот этого параметра так раскладываю в нуле ну и беру себе методом перевал так теперь а на самом деле бывает ситуация когда вот как говорил нам лёня r квадрат скажем много больше рок-квадрат вот r квадрат много больше рок-квадрат этого ситуация леди глав то есть необходимая эволюция по поперечному импульс то есть вот в этой плоскости не наверх а в сторону то есть вот тут у нас это вот тут у нас логарифм q квадрате ну или логарифм единицы на r в квадрате да то есть у нас вот у нас не пертурбативная область мы про нее забыли вот тут у нас логарифм q1 в квадрате алгоритм q2 в квадрате он где-то вот тут да вот там далеко да то есть нам нужно вот так вот проэволюционировать как-нибудь да то есть вот когда мы идем чисто вверх ну или вот это у нас мало отличается то тогда мы интеграл брали вот то что мы находили да вот а когда мы идем по диагонали если мы шли вообще вот так то это да с другой стороны с гигантской передач с гигантским q квадрат виртуально сюда то есть ну очень жесткий там электрон отлетел q квадрат огромно с другой стороны вот да какой-нибудь такой мягенький вот и если бы если бы энергии скажем были порядка этого q квадрат да то шли бы мы вообще практически параллельно этой оси и тогда вот уравнение вот это bfc лбк они были бы несправедливы потому что не было бы большой энергии по сравнению с MAN квадрат вот и тогда бы работали уравнение деглаб тогда мы просто решали вот а теперь у нас ситуация когда у нас скажем нужны и то и другое вот то есть большая параметр который есть это вот этот да есть большой параметр который есть r квадрату квадрат ну или q1 квадрат q2 квадрат то есть вот этот тоже большой параметр такой какая-то большой параметр вот что это означает это означает что точка перевала ее уже нельзя находить просто разложением собственной функции в нуле ее нужно расходить разложением вот таким значит вот картинка да посмотрите вот картинка если у нас логарифм вот тот вот логарифм это вот логарифм р квадрат круг квадрат район нулю такой то есть он район нулю то тогда мы вот честно вот это вот просто хи нарисован теперь а вот если я начинаю этот логарифм скажем менять вот я его сделал побольше ничего пока не видно да вот я его делаю большим вот у меня начинается скос видно да вот и соответственно вот моя точка перевала вот видно да она начинает сдвигаться к полюсу вот этой вот собственной функции вот и если я сделаю уж его совсем большим где-то тут там вообще большим 10 у меня вот ну она еще ближе к полюсу да где эти полюсы ну можно оценить там по графику а можно просто это самое вот так сделать ну хорошо вот это как раз то что затерлась пока я к полюсу собственной функции вот сейчас покажу вот собственная функция да вот он невзмущенная у нее ну есть полюса вот видно что в 01 полюса и 00 ну вот это на самом деле полюса вот полюс 1 вот полюс 2 то есть между двумя полюсами проходит контур переводить вот я могу сказать что вот это я разлагал в нуле да вот давайте я разложу у ссоре давайте я разложу в полюсе вот полюс там плюс-минус и пополам соответственно если я разложу в и пополам в и пополам вот чертская так единичку и 0 должен раскладывать вот видно что она просто гиперпола да то есть вот это единица на нее минусы пополам и там не у плюсы пополам будет этим два полюса вот так как у меня контур перевальный все равно пользу сдвигает я должен разложить ее там на самом деле мне достаточно взять только вот вот первый гиперболический член там около самого полюса вот и вот это моя экспонента получится такой альфа с чертой соответственно ну скажем там минусы пополам минусы на ню минусы пополам вот помножить на это плюс и ню логарифм р квадрат к ров квадрате вот я беру вот это выражение и дело то же самое нахожу точку перевала нахожу значит раскладываю до второго порядка значит в этой точке перевала и просто интегрирует понятно как это делать никакой я просто говорю что оба параметра велики я знаю что как только этот параметр тоже велик . перевала на самом деле она смещается ближе к полюсу они ближе к нулю когда он порядка единицы он значит у меня около нуля когда он большой то он меня около полюс вот и я делаю то же самое абсолютно то есть я беру разлагая беру перевалом там и все да но вот сейчас покажу вот они да вот они вот в точке 0 да вот ню да вот это не тут я добавляю вообще и ню да то есть действительно часть она вообще как то есть вот эта последовательность что нулевой самый большой вот этот значит поменьше вот этот поменьше поменьше она не изменится потому что вот член который мы добавляем он от n не зависит да вот и поэтому мы фактически просто добавляем плоскость некую ну вот я и показывал да и плоскость просто сдвигает вот где она плоскость моя вот мы просто добавляем линейную с каким-то коэффициентом не по ним ну плоскость просто линейную функцию добавили с коэффициентом процент большой ко всем из них они как были последовательно они так и последний остались вот хорошо то здесь мы делаем все то же самое решаем значит находимся в точку берем методом перевала и ответ будет ну уж какой-то ответ ответ быть такой сочетка атеро равно значит но единицы на ру квадрат это неважно альфа это не 1 4 4 4 вот это важно и в степени 2 корня альфа это помните вот это вот хоть кто-нибудь кто кхт сдавал наверно помнит да вот это вот это я значит вот эту экспоненту нужно у вас была задача найти в дважды графическом приближении 700 уровне не глав да насколько я помню она как-то так формулируется при малых x там было вот это это да это логарифм единиц на и мы говорили вот то есть экспоненциальной зависимости в степени 2 корня вот и тут дважды логарифмический член было такое вот но тут был у вас q1 квадрат на q2 квадратно но это вот просто переворачивать и все вот а вот этот предэкспонент естественно вас была другая потому что вы искали функции фрагментации там или что да вот а я пишу пишу функцию грин а вот просто а функция фрагментации через функцию грин выражается мы выражим и она должна совпадать вот и видно значит мы получили что означает вот это это означает что мы суммируем дважды графические члены логарифмом квадрат большие которые идут вот туда да вот логарифм квадрат и логарифмы это но смысле это который идут туда вот это дважды логарифмическая значит асимптотика решение уравнений бэв к и вот но тут ничего такого взяли экспоненту разложили посчитать вот до физики я так не добрался все все равно чуть-чуть лучше и не не на самом деле нормально возможности как бы вы я меня такое ощущение что если вас не принуждать вы как бы сами не заговорить до принуждения грузик мир сказать так ну понятно человек говорил сегодня так больше не надо еще просто ожидал что как бы вот три лекции были меркали 3 лекции технические потом